Песня 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Для новых людей, вот Алексей Колесников у нас просьба такая на аватарах, чтобы были свои фотографии. Можно я отвечу? Просто у меня муж на днях умер, и тут вылазит звонок, и я решила на него ответить. Поэтому, может, я и променяю, но вот такие обстоятельства. Ну, хорошо. Второе послание к Арифинам, 5 глава, 19 стих. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. И дал нам слово примирения. Столкование. Высказал, что Отец примирил нас с Собой. Дабы не сказал кто, но Он послал Сына. Теперь говорит, что хотя Он послал Сына, однако призывает не один Сын, но и Отец, примиряющий с Собой мир через Христа. Ибо это значит во Христе, и показавший такую благость к людям, что не только не наказал их, но и примирился с ними, и не только простил их, но и не вменил им грехов. Ибо если бы Он захотел требовать отсчета, то все погибли бы. Поэтому имеем повеление от Бога не возлагать на вас что-нибудь тяжкое, но примирить вас с Ним. Поскольку мне, говорит Бог, не поверили, то вы не переставайте увещевать их, пока не убедите. Вопросы? Вот справное дело, Бог говорит, я не убедил, а вот вы... Господи, если бы ты не убедил, то нам-то и подавно не убедите. А здесь как бы толкователь говорит, поскольку мне, говорит Бог, не поверили, то вы не переставайте увещевать их, пока не убедите. Вот такое наставление, такое толкование. То есть Господь, Иисус Христос, отходя на небо, сказал, идите и научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть оставил слово примирение, апостольское слово, Новый Завет. К сожалению, в современной православной церкви вот это вот апостольство было утеряно. А сектанты его подхватили, пошли от двери к двери. Народ-то напуганный, что предлагаешь Евангелие, а вы сектанты сразу. То есть такое, что православная церковь никогда ничего даром не дает. На протяжении многих столетий вот такая беда произошла. В обряды уткнулись, свечки, мощи, иконы, а слово Божие апостольское, вот именно, примириться с Богом, личная встреча со Христом и Отцом, об этом позабыто напрочь. К великому сожалению нашему. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. От имени Христова, то есть вместо Христа посланы. Ибо что Он намеревался сделать, то мы ныне приняли, и как через Него призывал нас Отец, так и ныне через нас призывает вас, чтобы примирились с Ним. Не сказал, примирите с собой Бога, но примиритесь с Ним, ибо вы враждуете против Него, а не Он против вас, ибо Бог есть и Отец. Он, словно погрешивший против них, посылает к Ним, чтобы они простили Его Бога. О, богатство, милосердие и благо снисхождение! И вот тоже вот это место прям поражает просто, как будто Бог согрешил против нас, и первый идет шаг на встречу, делает шаг на встречу, как вот притча о блудном сыне. Выбежал встречать Отец, сына своего блудного. Мало того, приготовил пир, теленка, и на негодование старшего брата ответил, надо было радоваться, ибо сын мой был мертв, но ожил, пропадал и нашелся. И вот здесь апостолы говорят, что мы теперь вместо Христа, Христос на небо вознесся, но Его дело, мы Его последовали, христиане должны нести в мир примирение с Богом. Через что? Через, в первую очередь, покаяние. Покаяние. Человек должен признать себя грешником и примириться с Богом. Вопросы? Да, Тихонич, что-то хотите добавить? 19 стих. Вернуться надо на 19 стих. Если мы Его сейчас отответим, у нас толкование будет шире. И дал нам слово примирение. Вообще на него ни одного слова дальше нету. А это очень важное слово. Если он дал нам это слово, мы его должны знать. А какое оно слово? Как? Напечатано это слово? Или убеждение в том, что Отец любит? Что именно скрыто в этих словах? Почему толкования нет, я не знаю. Он то ли думал, что все знают, или сам не знал. Но нам важно знать это слово. Если он дал, я должен ощутить это слово, воспользоваться им. Не как чужим, а как дарованным. Какое именно? Не забывай, что это слово подводит концовку ко всему стиху. Бог во Христе примирил с собой мир, не меняя людям преступления. И примирил, и дал нам слово примирение. А то досветится имя Твое, а имя вообще нигде и нету. Со слова Егова ни в одном богослужении нету. Нигде. Намертво, высчислено. А везде имя, имя, имя сотни раз поминается. Так и здесь. Дал нам слово примирение. Если дал, значит, оно какое-то от А до Я. Или место писания глава стих. Или просто убеждение то, что мы в это уверовали. И можем говорить. Вот теперь рассудите. Чтобы правильно понимать Писание, нужно правильно задавать вопросы. Тогда будет что-то открываться большее. Ну, пошли дальше. Лишь бы вопрос-то был задан. Пускай каждый думает. Раз молчат, значит, на следующий раз не забыть сказать. Пусть помолится. Может, Бог откроет. Екатерина Тинникова, выключите микрофон, пожалуйста. Шумно от вас. 2 Коринфянам 5.21 Ибо не из нашего греха он сделал для нас жертвою за грех. Чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Толкование. Толкование. Я, говорит, не вспоминаю обо всем. О том, что вы обесславили благодетеля. Что он не озаботился об отмщении. Что, напротив, сам первый восхотел примириться. Того, что он ныне сделал. Недостаточно ли для того, чтобы вы примирились с ним. Что же он сделал? То, что сына своего, не знавшего греха. То есть того, кто есть сама праведность. Предал смерти за нас. Как грешника и злодея. Ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве. Так в законе 21.23. И к грешникам причислен. На Христе речь. И не сказал. Сделан грешником. Но жертвою за грех. Что значит больше? Для чего же сделано это? Дабы мы оправдались не от дел закона, но благодатью Божией. Ибо правда Божия состоит в том, когда кто оправдывается благодатью. Когда не может быть найдено никакого пятна. Поэтому не сказал, да будем праведными сами, но правдой Божией указывая на преизбыток благодати. Вопросы? То есть впереди говорилось о слове примирения. А здесь говорится о жертве. И сам Христос называется словом. И слово стало плотью и обитало с нами. И в Евангелии от Иоанна читаем. Полная благодать и истины. И что с этим словом? Как поступили? Отвергли, пришел к своим, и свои не приняли и распяли. И что же теперь? Что нам делать? Мужи, братья. Вопросы задают. Покайтесь, веруйте в Евангелие. Вот. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. То есть с Его стороны, со стороны Бога, первый шаг сделан навстречу. И первый ответный шаг, нужно в это поверить. Принять Его своим личным спасителем. И жить, как заповедовал Христос. Соблюдая Его заповеди. И тогда есть надежда на спасение бессмертной души. 2 Коринфянам 5.16 Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Толкование. Поскольку все, умерщвленные грехом, ожили Христом через крещение, то справедливо говори. Не знаем никого из верующих, живущих в плоти, то есть по древней и плотской жизни. Сергей, прости, пожалуйста, ты где сейчас читаешь? 2 Коринфянам 5.16 А должен... Ой! Я, да, простите. Да, страничка у меня перенесла. Спаси Христос, брат. Слава Христос. Вторая Коринфянам 6 глава 1 стих. Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Толкование. Мы, говорит, спаспешистуем и вам, и Богу. Вам, чтобы вы спаслись, а Богу, чтобы исполнить волю Его, то есть о вашем спасении. Умоляем вместо Христа, даже, да, в какого пришествия Его. И до тех пор, пока существуем всей жизни, дабы вы не зря приняли благодать Божию. Ибо что пользы получить свободу от грехов благодатью Божией, а потом опять наполняться ими по своей беспечности. Снова является вражда, и благодать к нам становится тщетной. Итак, не думайте, что одна вера составляет примирение. Нужна и жизнь. Вопросы? Второй корейфином 6, 2. Вот, к этому первому стиху сказать, что если человек вплюет крещение и опять возвращается к своей грешной жизни, то он сравнивается с псом, возвращающийся на свою булевокину, и со свиньей, которая вымытая, опять идет валяться в грязи. И одной веры недостаточно. Нужна и жизнь. Жизнь такая во Христе, по заповедям Христовым, безгрешная. Но, как говорят, все мы немало согрешаем, мы же исповедуемся, какая безгрешная жизнь. Так каждый год идем на исту и грешим. Речь об осознанных грехах, о тех грехах, делаем нечаянно, по неведению даже, в них опять исповедуемся и очищаемся. То есть спасение наше в надежде. И мы совершаем свое спасение в страхе и трепете. Падаем и опять встаем, опять падаем, опять встаем, дабы не отчаиваться от этого слова в сказанном. Не грешит, написано, это призыв к святой жизни. Будьте святы, как я свят. Это призыв. То есть не грешит, это не констатация факта. Человек склонен ко греху. И мы говорим людям, что христианин не грешит. То есть мы тем самым говорим, ты не должен грешить, приняв крещение. Потому что в другом месте говорим, что если мы говорим, что мы не грешим, а обманываем сами себя, внутри-то себя, совесть наше подсказывает нам, что там не так подумают, там озлобятся, там разгнился, там окончательное спасение будет во второе пришествие после смерти нашей. А до этого написано не судите никак. То есть ни канонизировать, ни проклинать не нужно человека. Мы часто видим человека согрешающего, но не видим кающегося. Второй стих, второе послание коринфянам 6 глава второй стих. Ибо сказано во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Толкование. Какое это благоприятное время? Время благодати, в котором прощение грехов и сообщение оправдания. Время благоприятное, то есть то, в которое Бог принимает нас, выслушивает нас и спасает. Ибо во время суда Он не будет ни выслушивать, ни помогать, ни спасать. Итак, мы должны подвязаться в это время благодати, потому что легко получим награды. Вопросы? Есть такая песня «Завтра». И сатана он знает, он на все согласен, но завтра, завтра начну поститься, завтра начну молиться, завтра начну, завтра, завтра, завтра. А завтра может не настать. Человек смертен, и самое то, что человек внезапно смертен, и нужно об этом помнить, и святые отцы учат, чтобы мы шли на исповедь так, как будто мы в последний раз исповедуемся, и жить нужно так, каждый день, как будто мы последний день в этой жизни живем. Вот тогда это будет правильно. И апостол нас здесь призывает в день спасения я помог. Вот теперь время благополучия, теперь, теперь, сегодня, сейчас, сию минуту, ни завтра, ни послезавтра будет поздно. Второе послание к Коринфянам 6 глава 3 стих Мы никому ни в чем не полагаем притыканием, чтобы не было порицаемо служение полкования. Молим, сказал, и споспешествуем, каким образом беспорочной жизнью. Самым же ходом повествования советуют им обратить внимание на него, ибо, говорит, я так устрояю жизнь свою, что никому не подаю повода, не говорю к обвинению, но и к обыкновенному упреку, а еще более к соблазму, чтобы не было порицаемо служение наше. Опять не сказал, чтобы не подпасть обвинению, но чтобы дело мое и служение мое не получило и случайного порицания. Некоторые же объясняют это так, чтобы порицание не перешло на проповедь, ибо ее называют служением своим. Да я живу худо, то подвергается презрению и порицанию проповедь. Незаметно и им намекает, что когда они живут худо, то хула обращается на Христа и на веру. Игнать хула делает комментарий на сегодняшний день. Комментарий Игнатия Лапкина. Даже богоборческий режим хорошо понял значение проповеди. И не просто проповеди по школьному учебнику, а проповеди по вдохновению, проповеди, касающиеся душ человеческих. Сатанинско-людоедский режим в нашей стране официально разрешал молиться, превратив религию в культ. Они не боялись ни богослужения, ни треб, ни праздников, но они пристально наблюдали как змей, чтобы не было проповеди и чтобы ни одна душа не возродилась для Христа через проповедь. Книга Откровения 12 глава 4 стих Дракон сей стал пред женою, которая надлежала родить, дабы когда она родит, пожрать ее младенца. Главное порисание обвинения шло против проповеди. Как же священнослужителям не понять этого ныне? Чем это объяснить? Только одним, что они мертвые и невозрожденные. Только тем, что их не коснулась благодать призывающая и благодать обращающая. Мертвый не может родить живого. Вопросы? Игнать Тихонович, есть что сказать? Впереди там было сказано проклят всякий висящий на дереве. На дереве. Вот я первый раз когда просчитал, я так и представил дерево, как вешали партизаны, полицаев, на дереве. Сучок там за него закинули, ремени или что-то человека подтянули и повесили. Другие говорят иначе это только состав деревянный. А как оно будет выглядеть-то? Считается, что змей, которого Моисей повесил в пустыне, на который ужаленный змеей должен был взглянуть и оживлялся он, то это имело вид креста. Там не написано, что креста. Но однако, если он медный был змей, то как его на шесту удержишь? Удержать-то его невозможно, значит, нужна поперечина какая-то. Похоже, что в виде креста. И здесь тоже, когда разговариваешь с так называемыми свидетелями Иегова, они никак не соглашаются, что это крест, столб. И рисуют у Христа руки подняты кверху и прибиты. Конкретно спрашиваю, почему на дереве то, что он не железный крест, деревянный был, больше ничего тут не означает деревянный, а в каком виде, в другом месте говорится. Вот правильно, как Моисей вознес змею в пустыне, так надлежит быть вознесен сыну человеческому. Первое. Второе. Заставили Симона Кириняйна нести крест. Крест это крестовина. Это знает любой в любом словаре. Крест это перекрестный, или перекрещенный. Если этого нету, тогда это и не крест. Как сейчас говорим, земля, земной шар. Другой человек не верит, он верит, что она как стол. Круглого нету. Я говорю, написано. 11.32 читаем, третья книга Едры. На всем земном шаре. Тогда смотрят словарь, а шар, шар это покрытие крыши. Ну какая крыша, когда люди доживут на крыше что ли? Слово шар в данном случае имеет любое. шар, шаровидное. Вот играет футбол, мячик любой. Так и здесь. Какой крест? Слово о кресте 1.18.1 говорит, для нас спасаемых сила Божия не Христос, а крест. Мы должны слова правильно понимать. А что означает крест, на котором Христос, не просто крест? Для нас слово Божие одно, а теперь слово о кресте другое. Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Так и здесь говорит, повесить на древе. Это означает, чтобы совместить все места, это дерево, это, наша виселица должна быть деревянная и веник креста. То, что мы и почитаем. А почему тогда почитаем? Ну, почему? Потому что это оружие, это жертвенник. В Ветхом Завете говорилось, всем не освещай жертвенник. Это святыня великая будет, и все, что прикоснется к нему, осветится. Тут они никак не могут. 37 глава, исход, никак соглашаются. Я говорю, а почему крест не почитаете? Ну, а почему даже почитать-то? Он пригвоздил наши грехи к ним. А где они грехи? Покажи, в каком месте пригвожден? Абсолютно не понимают, что духовность образуется с духовным, а крест вещественный. Ну, абсолютная тупость. Даже дуростью нельзя назвать. И руководитель стоит один, другого подзывает. Ну, вот смотрите, дескать, православное, что крест почитают. Да как же его не почитать? Там жертва была в Новом Завете. Вот Агнец Божий, значит, жертва. Она указана на Христа. Там ягненка ложили на что? На жертвенник. А мы видим, Христа возложили на крест и прибили. Крест – это жертвенник. Если ягнячей кровью, освященной жертвенник, был святыня великая, то что говорить о том древе, которое пропитано кровью Христа, непорочного и чистого Агнца? Как не понять-то? И когда распятие, вот у нас есть старина написана, это слава Христа. Далее, это утверждение во всем. Далее, крест есть язва для врагов, язва. Вот если чем-то побить, допустим, животное, собака, вот только наклонился что-то брать, он сразу хвост поджимает. Ты только соверши крестное знамение, ты увидишь, что получится. Как враг отпрянет от тебя. И когда мы считаем уже сейчас, здесь дал нам это слово примирение, опять же, мы должны видеть, какое отношение к нам сатаны, не только Божьей, а от сатаны. Когда он свирепеет, когда нападает, когда мы точно восполняем заповедь Божию. А то, я говорю, ты верующий? Да. А на работе знают? Нет, слава Богу, так никто не узнал, уже пять лет работаю. Я говорю, а бывает где-то ты раздеваешься? Бывает. Ну а чтобы увидели крестик? Да нет, я его к лямочке с обратной стороны пришил, у майки, и там не видно. Ну домой-то придут вид. А я в шифонере поставил. Ну какой же это город на вершине горы, когда в шифонере? Да только одно слово где-то сказал бы, и сразу увидели, о, у тебя евангельский язык. Ты за обижаемого восстать, да нужное слово скажи. Нужно говорить абсолютно точными фразами Священного Писания. Я вот привожу пример. мы приехали в лагерь, еще деревню начинали строить. Ночь. Приехал директор соседнего, хороший директор совхоза с ребятишками, дети большие уже у него там лет по 12. И он говорит, ну вот вы говорите, бог, бог, а сами приехали, на территорию теперь потеряются. Она нам отдана. Я говорю, знаете, Господня земля, и что наполняет ее. Он посмотрел на меня, посидел, а ну-ка повторите еще раз. Тут ничего, думаю, нет-то. Я бы повторил, Господня земля, и что наполняет ее. Он еще посидел, ну ладно, я поехал домой тогда. То такой был настрой, спорить, почему? Невидимая сила заключена в словах Божьих. И когда Господь отмечал сатане, написано, сатана отступал сразу же. Нужно всегда отвечать, написано, а не так, как сегодня говорливые священники выходят перед народом. Целый час может говорить, и Слово Божие ни одной фразы не принесет. Слово Библии вообще боятся произносить. Я был на открытии памяти к Кириллу и Мефодию, и Слово говорил патриарх Алексей Второй. Проповедь была, может быть, минут 25. Ни разу, нигде ничего не прозвучало ни из Библии, ни слова Библии, ну и о Христе меньше всего, а именно вот славянская азбука, дал он нам, пришел, вот тут другое. То есть чисто мирской, рафинированный мирской ум. Вот они, семинарии Академии для чего нужны. Семинария, главное, нужна для апостола Петра, для рыбака, встретиться со Христом. И когда они говорили, они думали, они невежды, а теперь и узнавали их, что они были с Иисусом. Вот когда нас будут узнавать, что мы были с Иисусом, были на молитве, были в храме с Иисусом, при встрече, где-то на митинге, где-то удалось быть, узнавали, потому что мы были с Иисусом. И тогда к нам отношение будет другое. Я вот дорогой всегда проповедовал, я просто на свой опыт ссылаюсь. То постоянно спрашивают, а что вы заканчивали? Да ничего я не заканчивал. Никак не верят. Почему? Слово Божие. Оно звучит. Сидит профессор. Я думал, вы умные, а вы все-таки фразы одни говорите. Ну, свои-то мысли у вас есть. Я говорю, есть выражение такое. Лучше Божья мудрость, чем самобытная глупость. И вот здесь мы проходим. Дальше говорит. Дракон встал перед женою. Это буквально. И дракон этот называется змеем, дьяволом, сатаною. И он стоит везде против тех, где надлежит родить. А как родить? Павел говорит, я в муках рождения. Кому-то говоришь, они аж лопаются от злости. И кто, в первую очередь, те, которые должны бы спасать людей? Вот что в этих словах мы должны видеть. Если нас нигде не гонят, то надо подумать, все ли у меня нормально. Как так? Во враждебном мире я живу, ничего не скрываю и угоден власти. Не может этого быть. Значит, они тебя признали за своего. Вот что мы находим в этих словах. Отошел. 2 Коринфянам 6, глава 4. Но во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах. Толкование. Толкование. Это гораздо выше. Не только сделать себя чистым от обвинений и порицаний, но и показывать такую жизнь, чтобы из нее видно было, что он служитель Божий. Не сказал, показываем себя, но являем себя, то есть на деле показываем себя таковыми. Говорит и о способе, как делаются таковыми, то есть через терпение. И не просто через терпение, но через великое терпение. Ибо недостаточно перенести одну какую-нибудь беду или две, но должно терпеть до конца. Высшую степень скорби составляет то, когда гнетут человека безвыходные несчастья. Далее. В тесных обстоятельствах этим словом означается голод или просто искушение. Вопросы? 2 Коринфянам 6.5 Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в будениях, в постах. Толкование. И удары, и темницы. Смотри, сколько зол. Каждая из них само по себе весьма тяжко. То есть в гонениях, когда кто не имеет места, где остановиться, будучи преследуемым из места в место. Сказав о бедствиях внешних, здесь говорит о своих собственных, которым он добровольно подверг себя. О трудах, то есть о делании рук своих, которыми питал и себя, и других. И вместе с тем бодрствовал и постился. Вот сейчас у нас идет великий пост. Посты постились. Об этом сказано в Новом Завете. Черным по белому. А почему-то сегодняшние вот так называемые протестантские церкви воюют против этого. Против десятийно воюют. Сегодня ролики опять-таки. Михаил Гордеев напоследок все-таки скинул мне ролик. Там бритый, такой самодовольный, толстый, сектант объясняет, что год целый потратил на то, чтобы понять, что десятину давать не нужно. Лукавый, прилукавый дух. Вообще. И главное, тот ролик-то удалил, Михаил Гордеев-то попросили его, прижали, удалил с общего чата. А в личку все-таки напоследок надо вот эту мерзость эту ткнуть. И все, и ушел, и затих опять, и нигде не видать, не слышать. А может на вопрос? А все-таки в новом совете о десяти нигде можно почитать? Там написано или нет? В новом? Ну я же в чат скидывал место писания. А я не видела. А вы посмотрите. До того видео, да? Выше там где-то? Да, выше. Ну найдем тогда. Лука 14, 42. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощений, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. То есть прямое повеление Иисуса Христа. Сие надлежало делать, а десятине речь идет. Что тут хитрить-то, лукавить? Прямое повеление Сие надлежало делать, и того не оставлять. То есть они делали, платили, а суд милости не делали. Ну Христос бы сказал, ну тогда давайте, десятину не платите, а суд милости давайте делайте. Нету, сие надлежало делать, и того не оставлять. То есть надо и суд, и милость, и не родить, а судей любви Божией. А давайте мы будем родить о суде, любить будем всех, а десятину платить не будем. Христос говорит, нет, сие надлежало делать, и того не оставлять. Тут и толковать ничего не надо. А он целый год что-то взглядел в книгу, видел, что там видел-то. Тектант этот Бритый Сепель. И три ролика у него в Новом Завете нигде. И все это подхватывают, этот лукавый дух и давай его распространять. Воры. Как еще вам одно название? Ну а Головина слушала... Убого. Ладно у людей-то, но убого-то. Бояльно. Батюшку Головина слушал, вот Игнатий Тихонович сказал, его можно слушать. Он сказал как бы то же самое, что это было в Ветхом Завете, сейчас это уже нету этого. Но он сказал, что это не написано. Ну наш батюшка. Ну я вам только что прочитал, но не увидел, не открыл ему Господь еще. Молитесь за него, откроет может быть. Не открыл. У нас православные батюшки вообще ни одному что-ли не открывают. Почему? Наш батюшку открыл, отцу Якиму открыл, уже один здорово сказала. Видите, почему не открыл? Да потому что грех Симоней запеленила глаза. Грех не открывает. Торгуют в храмах, поэтому не открываются. Они сразу, если признать десятину, торговлю надо убрать. Потому что не будет человек и покупать свечки, еще и десятину платить. Бремена неудобоносимые конечно. И заменили десятину мерзостью торговой в храме. И поэтому нигде не написано а вот это место как? А Господь говорит не я буду вас судить слово, которое я сказал оно будет судить вас в последний день. И в последний день вот это Лука сие надлежало делать. Не читали ли вы скажем? Будут глазами хлопать. А я не буду хлопать. Можно еще? Я вот этим все вопросом тут задавалась задавалась я Библию начала читать читаю по два листочка но у меня тут больше не получается и вот вчера открыла и там вот это место где отдайте кесарю кесарево богу божье как как можно понять ну это я поняла монету динарию или как они назывались а богу божье это что значит бог говорит это мое мое вы обкрадываете меня а это в ветхом завете сказал да что бог поменялся что ли раньше его можно было он позволял себя вернее раньше он упрекал за то что обкрадывали сейчас крадите и ничего ну как новый завет он усиливает ветхи усиливает а не ослабляет было сказано древним не убей а я говорю вам корень корень не гневайся на брата было сказано не прелюбодействуй а я говорю кто посмотрит на женщину так ослабляем мы или усилием если в ветхом завете проклятием вы прокляты в ветхом завете господь сказал то в новом проклятием проклятым прокляты вы должно надо было сказать а нигде не написано хлопай голодами ну хлопайте моей вины не будет если вы я сказал и знаете уже про эту десятину каждый раз это добровольные что вроде как ну да за это это отношение не человек человек десятина вы не человеку вы богу хотите давайте не хотите и вот он говорит я специально этот еретик бога испытывал а вот поэтому то что испытывал ничего у тебя не получилось лукавый дух вошел Игнария Тихонович вставать еще недолго только заранее рамки ставить так вот начинать надо с чего люди спрашивают а зачем это древо познания добра и зла было через которое все человечество погибло зачем его бог посадил то там вот на этот вопрос сначала ответьте а остальное станет понятно дается как толкует об этом мы считаем не у одного только святого отца это что если бы его не было как висарьон говорит человек сам бы попросил господь дай мне что-то такое чтобы я доказал верность тебе осознание того что ты меня сотворил я рад так тут все растет благоухает земля солнце свет ты мне все это дал ну господи как-то я должен тебе доказать должен но как не знает вот это было древо не трогай вот тебе пока этого хватит дальше мы видим он согрешил Авель и Каин почему от Каина это не принял бог вопрос состоит почему не принял что плохие гнилые огурцы были у него или что а от Авеля принял вот вопрос это который люди не знают ответ когда ответ тебе десятина сама уже выйдет она за этим почему а уже заранее показано вот бог чего от тебя требует и чего он хочет ягненок у него был он возился с овцами Авель и у него это были жертвы указывающие на Христа и он это делает жертву богу богу что нужен дым и обонял бог приятное да когда мясо горит варишь суп или что-то напитус что там воняет а там воняет а бог приятное почему бог получил то что сотворил человека он благодарен ему я тебе открою небо за благодарность свою люди которые сейчас там сектанты говорят а мы нигде не платим с них и спрашивать нечего речь идет о священстве куда идет десятина а у них какое священство нету они вообще никакого отношения не имеют ни к десятине ни к церкви сектанты на десятине разговаривать не надо это дано для верующих а у них вера то никакой они скачут прыгают пену пускают как мало то сказать надо криком кричать вот к ним не относятся а для верующих а для верующих касается это взаимоотношение даже в заповедь не входит а человек сам как бы просит а чем я могу отблагодарить ну вот бывает где-то человек застрял зимой а кто-то ехал его вытащил ночевать негде горючее кончилось поломка он ремонтирует но чем бы ему отблагодарить у нас дорога так было заклады у меня книги были я полный комплект дал одному другому товарищу из них вот это желание отблагодарить заключается в десятине это было в ветхом завете в ветхом завете то есть когда у человека ум есть он в ветхом завете и в новом благодарность была в ветхом и в новом не то что в новом Бог его кастрировал почему потому что я сам бы не зачался очи твои видели зародыш мой 138-й псалом для меня все дни назначены никогда ни одного не было ты мне дал глаза пять органов щус ну признаю я или не признаю мы забудем ветхий новый мы то остались все же самые могу я иметь благодарность да тут говорить не надо я должен самой жизнью родителям почему древние мудрости у восточной говорится если для матери ты в пригоршне обед на огне сготовишь и тогда не отблагодаришь как пишет горький без молока матери нет ни поэта ни героя мы обязаны всем почему она меня родила и писание говорит помни о родильных муках матери как она родила меня мать говорит я не знаю как ты зачался книга Маковейская вторая седьмой главе но мы то должны понимать как я дивно устроен только подумал пальцы вскинулись честь отдали показали и ноги делают прыгают я за все благодарен Богу и Ян Затаус говорит но если ты это знаешь а которые десятину не платят они этого не хотят знать то ты Бога возьми в себе сотрудники и все что ты делаешь руками которые Бог сделал умом которые Бог дал ногами пошел на работу где-то делаешь пасешь скотину где-то Бог дал ноги Бог дал земной шар дал воздух дал дожди ранее и позднее кто дал Бог почему ты Бога это исключил если он все дал обеспечил ну я хочу напомнить Германии ты какая была инфляция разора когда Гитлер дал всем работу ты посмотри как они его любили уже Берлин захватывают они насмерть бьются за него и присягу давали не Родине как у нас а именно Фюреру почему они были все благодарны сейчас интервью берут ей уже за сто лет да я была Гитлер Югент я благодарна что ему Бог дал такую мудрость мы никто были нас есть мир стал признавать так на плохое а ты о хорошем говори сколько мне Бог дал и я благодарю и Бог говорит много не надо десятую мне отдели а откуда узнали меня обкрадывайте ты заработал у тебя выросло сто коров у тебя миллион на руках я тебе дал это я дал дал скотину дал жену дал ребенка дал пожелание с ней спать с женой и отсюда ты родился почему же ты со мной не делишься и когда человек не отдает он не отдает не за того что там только жадный он не понимает даже что там лежит десятина Божья Бог заложил ее в труд и она нам не принадлежит и когда мы ее берем мы ее воруем ты можешь не платить но ты должен знать ты ворюга ворюга ты проклятый перед Богом вы проклятием прокляты вы обкрадываете меня и написано вы весь народ обкрадываете меня то есть Израиль отступила десятина они не платили а Господь говорит хотя в этом меня испытайте вы говорите плохо другое давайте платите десятину мне священству я двери небесные рог изобилия открою вот как надо понимать я один раз услышал о десятине на корабле работал я понял что это все для новозаветного не десятина я должен больше отдавать почему Тавита 1.8 6.8 он платил три десятины одну платил священству в руки отдавал мы должны отдать вторая на устройство храма и жертвы которые приносит третья для нищих нуждающихся вот как надо рассуждать и тогда ты будешь везде благословенный и ты обернешься назад и скажешь тут наверное 100 человек работали а не я один был почему ты возлюбленный Богом ты не вор кто насчитаем 28 глава 24 стих притча Соломона если человек не кормит отца и мать не дохажет он говорит грабитель он грабитель до которого родители а нам отец небесный и мы у него воруем кто мы мы святотатцы это высший грех святость воруешь божья десятина ты ее воруешь он дал чтобы мы научились давать иди отнеси возьми отнеси а сатана это заменил а кормить сатана да теперь торговлю бизнес церковные дельцы здесь пошло все почему сатана правит бал через десятину мы узнаем Бог или дьявол в этом храме в этой душе я говорю это с ответственностью человек который не платит десятину это враг божий проклят отойди от него там чернотой покрыто у него нимб вокруг головы черно-фиолетовый как буддисты говорят отошел 2 коринфянам 6-5 под ударами темница в изгнание труда бдения поста толкования и удары и темницы смотри сколько зол каждая из них само по себе весьма тяжко то есть в гонениях когда кто не имеет места где остановиться будучи преследуемым из места в место читал я это 2 коринфянам 6-6 в чистоте в благоразумии в великодушии в благости в духе святом нелицемерной любви толкования так называет целомудрие или чистоту во всем и нелюбостяжательность и безмездную проповедь то есть в мудрости божией которая истинно есть в ведении только не внешне как уже апостол это признак несокрушимой души когда кто будучи отовсюду поражаем и уидит благотерпит но и благодетельствует показывает как он сделал все это именно духом святым когда показал свои подвиги тогда уже поставил помощь духа святого здесь разумеется также и дары духовные ибо ими доказываем что мы служители божии потому что совершаем чудеса иначе мы не подали притыкания в духе святом то есть в дарах духа ибо многие из превозносившихся полученным даром языков не пользовались им как должно но павел не таков далее в нелицемерной любви вот источник всех благ вот причина посему прибыл нет 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 моего но все совершилось в силе божьей или в знамениях и чудесах и в наказующей и благодейшей силе оружие правды в левой руке означает все прискорбное а в правой все ограждающее и поставляющее нас в безопасность в левой руке скорбные по мнению многих ибо и господь повелел молиться и о том чтобы не впасть в искушение а в правой радостные и так павел в том и в другом показал себя безукоризненным не падая духом скорбях и не превозносясь в радостях что все это делая оружием правды вопросы вот интересно толкование его я вам беру берет там при лакту златоуст у других почему они не связали его с том что впереди сказано мне это непонятно в слове истины запятая в силе божией тоже понятно с оружием правда в правой и левой руке оружие не бывает в двух руках в одной когда боролись так как они но оказывается одной рукой придерживает другой натягивает но речь то идет не об этом оружии это духовное я отношу это к тому чтобы библия всегда была открытая и одной рукой не открывают двумя вот люди едят когда хлебают ложку одну а мы двумя руками в левый кусочек правая ложка у нас даже это соблюдается никто не наклоняется и сразу исполняется то что не облокачиваяся на стол к пище наклоняется всякое животное Василий говорит и только человеку и подносит к себе оружие это то что поражает дьявола что библия а так в левой скорбная это хорошо конечно но кому-то это скажешь а когда говорит что библия должна быть открыта двумя руками держим ее сразу понятно почему а дальше в слове истины тут прямо указывают слово истины какое библия такое толкование к тем которое прошло надо добавить еще вот так благодарим 2 корифоном 6.8 чести и бесчести при порицаниях и похвалах нас посчитают обманщиками но мы верны толкование истолковал нам что оружие в правой и левой руке означают славу и бесчестие как же слава служит оружием правды тем что слава учителей привлекает многих благочестию как же если это добродетель Павла конечно потому что он находясь в славе не гордился а бесчестие соделывающее терпение сделало его искусным и способствовало успеху его проповеди и перенесение порицания есть великий подвиг ибо оно сильно возмущает душу поэтому и Господь называет блаженными тех которые терпят поношение в пытках тело разделяет муки вместе с душой а в порицании вся тяжесть падает на душу поэтому оно и для Иова было тяжелее всех прочих ударов почитают обманщиками по причине порицаний но мы верны что доказывается благохвалениями комментарий Игнатия Латкина на слова способствовало успеху его проповеди для тех кто боится начать проповедовать чисто по Евангелию и боится более всего епископа или священника апостол Павел и блаженный Феофилак подтверждают что всякое гонение за проповедь будет делать ее более прочной и плодоносной вопросы Так час прошел можно задавать вопросы не по пройденному материалу Есть у кого? Если нет вопросов то будем дальше продолжать Второе послание к Алифинам 6 глава 9 стих Мы неизвестны но нас узнают но нас узнают нас почитают умершими но вот мы живы нас наказывают но мы не умираем умерши 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 то есть по мнению тех кто им устроил ковы что они уже приговоренные умершие но силой Божией мы живы попускает это говорит Бог для того чтобы вразумить нас ибо еще прежде будущих наград в настоящей жизни немало происходит в пользу от наказания это взято у Давида который говорит строго наказал меня Господь но смерти не предал меня сообщество 17 стих 18 вопросы так по этим стихам Игнатий Конч есть что добавить да я вот удивляюсь что молчат люди не испытали это если бы они испытали это нас огорчает а мы всегда радуемся мы нищие многих обогащаем да действительно мы нищие нищий народ все ну а как мы обогащаем то вот просчитали это мы то есть Павел имеет ввиду нас слушающих сегодня мы ничего не имеем но всем обладаем как это если этого нет значит в одном месте мы не о нас говорили о другом так о нас вообще ничего и нет вот это все должно быть на нас когда нас огорчают за что огорчают и чтобы мы радовались конечно не за небогоугодные дела мы нищие но многих обогащаем если нищие легко сознать да действительно маленькая зарплата едва едва но как обогащаем когда даже десятину не платит как мы можем обогащать не просто давать накормить но обогащаем то есть люди делаются богатые от нас и речь идет не об апостоле Павле а мы то есть все что ничего не имеем но это русские люди очень сильно подходит нам прям евангелие про нас но дело в том что всем обладаем золотыми рудниками обладаем нефть добывают юкос где там есть лукойл это все наше а как а вот теперь нужно разобрать тогда слово Божье заговорит оно живо и действенно а так считаем ну так что-то запомнил что-то нет люди которые участвуют надо обязательно были у них тетради ручкой чтобы записывали что говорится то мы это записываем выставляем в интернет вы можете заново прослушать вы здесь слышите вещи которых нигде нету они они слушают и слушают посидел отряхнулся и пошел мы ничего не имеем главное легко согласиться а обладаем как всем не только тем что могли бы иметь но всем а вот теперь думай я отвечать то не буду а скажут а вы имеете я это имею потому и смело говорю об этом именно так меня всю жизнь огорчают радуюсь священники епископы нищий ну конечно минимальная пенсия но обогащаем таково королей обогащаем президентов скажут у меня этого нет ты даже не знаешь какой ты богатый узнай найди а у меня нет ни одного таланта а это неправда хоть один да есть а его надо раскопать у нас в молитве утренней вот приходите утром с нами молиться и в наших молитвах вы найдете сами себя и Сергей им давай это объявление про молитву чтобы точно так же приходили утром в 4 40 по нашему 40 минут ночи 0 часов в это время будете участвовать в молитве и увидите наше богатство богатство в молитве богатство в объяснении слово божие в ответах во всем необыкновенное богатство которое не зависит ни от каких перемен в жизни а почему так рано молитвы почитается а потом опять спать ложиться потом ложись спать опять а почему так рано это что то связано я не знаю с чем то или так не знаешь узнаешь она говорит почему так рано почему так рано мы на Алтае живем это не рано где бы вы ни были вот же интересно когда человек куда-то переезжает ну на самолете там же меняется сразу поезд то ну бывает на 3 часа на 4 а я полетел в Америку 12 часов праздница но что интересно у них то там в это время 4.40 утра а у нас 4.40 дня но я там у них в отдельной комнате спал и часов нету и точно в то же время встал по ихному по их пока летели мой организм полностью перестроился а то кто-то болеет я ни во что это не верю я верю что когда с тобой Бог Ангел Христов Он тебя разбудит и поднимет при том с точностью до минуты надо просто у Бога выпросить милость эту вот так я могу единственное добавить для этой женщины что я составил ролик с Божьей помощью о раннем вставании утром вот его посмотрите у нас на канале и многое может вам Господь прояснит хорошо поглядим спасибо да все даже знают кто кто рано встает даже любой продолжит кому Бог дает а кто поздно встает а может а кто поздно ложится да не надо поздно ложиться ну зачем у меня жили на квартире студентки студентки у меня жили там сестра и она приводила своих все вставали кто бы у меня ни был всю жизнь на квартире люди живут и никогда ни с кого копейки не брать первую очередь дальше как родные но условия вставать вместе а им идти потом учиться они опять сразу ложатся в постель помолились и они опять легли все и они привыкли в течение одной недели мы дорогой ездили ездили от океана до океана и везде молились как из города выезжаем а бывает в день мы 5 городов 5 и 5 раз у нас в день получала молиться но мы старались 7 раз вот Бог как делал и только выезжаем сразу молитва иногда в пути иногда останавливаемся палатку рассилаем что интересно бывает рядом мусульмане мы защищены полностью знаем где мы молимся и там мусульмане они в обиду нас никогда не дадут они знают что мы не шахиды они знают что мы не завоеватели и они после подходят разговаривают первый раз мы видим что русские люди так молились как мы вот как от нас зависит мы температуру сами создаем эту я вчера ролик поставил о полковнике Квачкове которого судили 13 лет намотали ему ну потом скостили сейчас 8 лет он сидит там на тюремной койке на своей на шконке я объясняю все как ему полезно что он там оказался полковник ГРУ и нынешняя мысль у меня объяснить о мусульманах хотя у меня целый том написан о них наши отношения именно о вражде они на нас враждуют имеют ли они это основание имеют вот это я хочу показать согласно слову Божию согласно литературы еще вопросы пожалуйста задавайте продолжим тогда чтение слов Божьего второе корифянам 6 10 нас огорчают а мы всегда радуемся мы нищие но многих обогащаем мы ничего не имеем но всем обладаем полкованием хотя по внешности говорит кажемся скорбящими но наслаждаемся совершенной совершеннейшей радостью ибо не так бывает чтобы иногда радовались а иногда нет но всегда радуемся апостол многих обогатил как духовным так и чувственным богатством ибо имея домы всех открытыми для себя он был богатейшим и мог отделять и питать других как например святых в Иерусалиме тоже показывает и далее не привязанный ни к чему здешней жизни имеет все если бы возможно было говорить вы исторгли бы очи свои отдали мне галатам 4.15 как же такие люди могли жалеть для него имущество перечислил все это с той целью чтобы не смущались чем-либо из того что кажется трескорбным вопрос странно у меня опять все это в голове крутится а где в новом написано повеление о десятине тут глаза готовы отдать не то что десятину но свои глаза апостолу готовы отдать имения полностью приходили к ногам вы что вам это не открывают вы что читаетесь куда смотрите где написано ну можно написано ну мы всегда помогать стараемся детям больным которые лечатся и когда я помогала даже по 500 там допустим доложила там ну когда 100 когда 200 и вот тоже вот не хуже как вы говорите Игнатий Тихонович тоже откуда-то деньги появляются бывает даже в кошельке думаешь что уже нету а туда полезешь а там там лишняя допустим та же 500 лежит откуда она там появилась иногда даже вот загадочная я меня вот это вот я вот только это пытаюсь донести почему как бы я тоже это господа я говорю господи возьми знаешь за что либо за грехи либо там допустим кому-то облегчить состояние из моих близких вот болезненное допустим на детях либо вот что-то такое вот почему они неравноценны в церковь я несу или отдаю детям тем же больным все отошла ну почему неравноценны Богу или детям ну так Бог это Бог а дети это дети по-тругому я хочу их даже сравнивать как можно сравнить Бога с детьми Тавид говорю отдавал три десятины первая храм Богу отдавал вторая пожертвования третья еще там милостыня была они разделены почему потому что так написано и так все а я детям буду давать а Богу давать не буду это это значит Богу как-то люди рассуждают интересно как нас так батюшки наши учат священникам даже надо за что-то кушать вот и десятину платят все понятно вообще определенно он ну хоть кто-то еще сказал а я такое ощущение что здесь одна накажется ничего не знаю кто-то сказал еще а Бог установил левее на колено было в Верхнем Завете они не работали они учили народ им запрещено было по-моему даже работать они учили народ и другие 11 колен эти колена кормили но если сегодня поп никого не учит а торгует в храме естественно он так и будет учить что десятину давать не надо он не учит ему она и не полагается эта десятина все все правильно все покупайте свечи и все но только почему почему они еще научат если они сами воры сами не платят десятину они так и все в храме торгуют уже про это говорено переговорено много возвращаемся Сергей я хочу сказать вот я все время мечтал ну не то что мечтал а хотел становиться на ночную молитву никогда меня как говорится бес не пускал а вот сейчас вот получается у вас то утренняя а у меня ночная как раз молитва я после нее ложусь спать и нормально что там 5-6 часов на сон мне хватает все я встаю и вот у меня получается что я в 2 ночи ложусь спать по нашему времени и просыпаюсь там в 7-8 часов то есть вот такой режим у меня получается уже в 4.40 я уже не могу встать в 2 ложусь то есть но брат ты не один такой да ты не один такой а вы Сергей в Москве в Москве да 0.40 но нахожу нахожу очень полезным это я говорю вот я сейчас присутствую на молитвах и нахожу ночную молитву очень полезной очень так что все желающие обязательно присоединяйтесь неважно в каком поясе живете а для местных для Алтайского края это самое такое оно время самая интимная встреча Богом все еще спят а вы уже с Богом разговариваете это пока раньше всех пришли к Богу вы самый любимый ну вы представьте себя вы отец допустим любящий или любящая мать и ребенок раньше вас встал подбежал и в щечку тебя чмокнул а ты еще спишь тебе приятно будет конечно а Богу разве не приятно хотя бы с этой позиции вопрос задали почему так рано в 4.40 вот я попытаюсь ответить приятное приятное Богу сделать и он в ответ тоже благословением будет так так еще вопрос вот в чате выставили ролики зачем рано вставать христианину Владимиру Можете посмотреть потом. Да, трудится тоже, видишь. С кем поведешься, от того и не берешься тоже. Я решила вопрос задать. Очень хорошо. Слышно? Слышно меня? Да, слышно. Что такое крестопоклонная неделя? Ну, немножко для новичков. Можете объяснить? Вот сейчас крестопоклонная неделя. Чем она отличается от других недель Великого Поста? Хорошо. Сейчас попытаемся объяснить. Игнать Тихонович, пожалуйста, вам слово. Чем отличается эта неделя крестопоклонная от других недель Великого Поста? Ну так, церковь распределила такой порядок. Установила, что именно считать, в какой день. Крестопоклонная. Это уже ближе идет к Пасхе. Так установили, в какое время. А для чего первая неделя считается канон Андрея Критского? Мы сразу входим в покаянную зону. Мы ее сделали даже на три ступени. Благодарение словословия. Церковь установила, и вопросов никаких нет. А если бы было раньше, точно так вопрос бы стоял. А почему зимой у нас январь? Почему во время зимы Новый год? Никогда он не был Новый год среди зимы. Он у русских людей был 1 марта, потом было 1 сентября. А Петр I сделал 1 января. Это он антихрист сделал-то. Но мы признаем это так. Не будем же против идти. Так вот, церкви установлен чинно-последовательный порядок. Когда что читать? В какое время? В какие часы? Что разрешается вкушать? То есть есть. В субботу, в воскресенье разрешается растительное масло. А в остальные дни нет. Маленьким детям разрешается растительное масло. Но ничего больше. Пока он от груди не отсажен, значит, вот молоко можно ему давать. Как от груди отсажен, и все. Он переходит на тот меню, который у взрослых. У нашей мамы у нас было 12 детей. И ни одного больного. Ну, двое там умерли, а 10 были живые. И все посты соблюдали всегда. Вся Россия постилась. Десятину знали, говорят, в Новом Завете не было. У нас эти люди воры, они все закрывают-то. А вы им задайте такой вопрос. А вы слышали, скажите, про князя Владимира, что он сделал государственные религии христианства. Сделайте вы вид такой, что открываете им что-то. Ну, конечно, слышали. Сколько Володя кто у нас. Все Володи, Володи. Это в честь его язычника названы. А он в крещении-то Василий был. У нас все еще крестят в честь язычника. Мы же не Савла знаем, а Павла. Я попутно это сказать. У русских все кверх ногами. Бориса нету. Так, а как не было? Глеб и Борис, эти имена-то языческие. А как? Давид и Роман, они покрестились. Это дети его. И вот, когда он приехал сюда, вернулся назад князь Владимир, то он сразу же установил десяти, ну, откуда он взял ее? Да с Греции. А Греция где? Да Греция-то она от Павла. Он там был и в Салуне был. Фессалоники, сам послание-то пишет. Это город Салунь. Фессалоники-то потом стали называть его. И что? Ну, то, что она была десятина, значит. Откуда бы взяли-то греки-то? А от греков князь Владимир взял. И сразу же установил строить храм и положил десятину на весь народ свой. Сразу же. Конечно, кто-то роптал. Но церковь называлась Десятинная, запомните. Любители Божьего благословения, запомните. И те, которые начинают клеветать, на Духа Божий клевещут, что этого не было. Дух Святой это установил. Они даже не знают, какое богохульство делают. То прямо указана Десятинная церковь. Первая, которую князь Владимир построил. Десятинная. За счет Десятины, которую наложил он как пение. Вот и все. А почему в какое время? Ну так церковники установили, церковная власть. Это мы и подчиняемся. Объяснений нету. Даже в Библии, когда мы считаем, говорит, должен. Напиши пятьдесят. Сколько масла? Напиши там восемьдесят. А почему эти цифры? Златоуст говорит, не для чего, чтобы как-то составить притчу. Никакого смысла в этом нет. Допустим, Петр пошел, рыбу вытащил. Сто пятьдесят три больших рыбины. Я не знаю, какой величины. Но написано, большие. А почему сто пятьдесят три начинает? Сто одно значение. Пятьдесят одно. А три это троица. Ничего подобного. Просто много рыбы. Иланд Златоуст говорит, эти места не толкуются. Не надо придумывать. Так и здесь. Нам указали, в какое время. Что крестопоклонное кресту поклоняемся. Поется. Кресту поклоняемся. А на кресте Христос. А крест это будет в пятницу. То есть мы уже за половину перешли. За половину. Идем дальше. А половина поста прошла. Златоуст говорит, не радуйся. Радуйся, если половина грехов от тебя ушла. Что ты больше напряжения не возвращаешься. Сколько мы поучений получаем? Вот так. Отошел. Еще вопросы, пожалуйста. Я вам там в чате проповедь о крестопоклонной неделе. Можете почитать. Видите? В кино. Так. Еще вопросы? У меня вот к Екатерине Кинниковой вопрос. Как там у вас остановка? Именно с чем? Ну, с гонениями. На веру православную. Тебя в том числе. С Божьей помощи меня оправдали. Священник посмотрел, сказал, что в песне нет ничего такого правды криминального. Ну, правда, странно, что ни верующие, ни священник не поняли смысла песни, что он говорит спасение. Ну, ты скажи другим, чтобы понимали, о чем речь. В чем было обвинение и что за песня у двух слов? Да, в общем, с чего все началось. Я проводила занятия с детьми в образовательной школе в одной деревенской. И однажды я разучилась с ними песню «Как же попасть мне на небеса», потому что она хорошо говорит о спасении, что для этого нужно. Там говорится о том, что надо примириться с Богом, покаяться, оставить свои грехи. А родители посмотрели, как же на название, на начало, как же попасть мне на небеса, и подумали, что она призывает к суициду. Вообще, все встали на уши, пошли к директору, начали возмущаться, в Горано, пожаловались. Потом сказали, что я по-протестантски веду, что это песня протестантская. Ах, вот. Директор школы ездил в Горано, общался с людьми. Вот. Ну вот, потом закончилось тем, что все-таки меня оправдали, и сказали, что продолжаю вести. Но план занятий уже будет одна женщина-катехизатор составлять, а я по нему уже должна буду вести занятия. Но я отказалась, потому что я не переживу, если снова начнутся гонения. Я не такая сильная, как Игнатий Тихонович или отец Геннадий. У меня просто сердце не вырежется от таких переживаний. Ну, сказать, что песня призывает к суициду, я после этого очень сильно переживала. Ну вот. Но я не перенесу гонения, если буду вести, я не начнутся. Поэтому я отказалась и больше вести не буду занятия. Хотя, сестра, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Аминь. Это слова поддержки и утешения. Ты прям как-то быстро так сдалась, еще и не молилась-то толком. Я не переживу. Ну, это хорошо, это по скромности, может быть, ты говоришь. Но вот только что перед этим-то читали, что их и обманщиками апостолов называли-то, и клеветали на них. И это говорит о том, что ты на верном пути, и все. Даешь им песню о спасении, а они... Ты проделки, сама знаешь кого. И через это мы только должны укрепляться в вере, а не так вот, что раз и все бросила. Жаль, конечно, но... Дети пели же эту песню на концерте. Ну, и по бумажке тоже мне вот это-то, что вот мы теперь тебе будем давать, и ты ни вправо, ни влево, тоже как-то эту свободу, мне кажется, во Христе ущемляет. Это не хуже, как вот раньше были, как генотипы называют, надзиратели, или смотрящие, или кто они вот, которые смотрели-то, что в проповедях ничего лишнего не говорили-то. Ну, вылетело из головы. Уполномоченные по религиозным культам. Да, 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 вот что-то похожее такое-то вот. Может быть, они ради благих намерений-то, что вроде как... Ну, раз оправдали-то, значит, они должны доверять. А то, с одной стороны, оправдать оправдали, а с другой стороны, вот теперь только по бумажке читай, что мы тебе дадим. Какое у вас заправдали, это по словам зрения? Я проводила по тому плану, который сама составляла, и первый раз ей составила, священник был против. Благочинный священник, который благословлял меня, он посмотрел план, но все там было по Библии, о сотворении, ну и так дальше, по порядку. Но он почему-то был против того, чтобы занятия были именно по Слову Божию. Сказал, что детям еще рано их проводить. Но дети — это 8-10 лет, вполне возраст приличный. Вот, например, отец Геннадий говорил, в 5 лет уже наизусть знал Библию. Поэтому это вполне подходящий возраст для Слова Божия. Я не понимаю, почему священник против был. Ну, тут Анжелика в чате выставила, ты видишь в чате-то, нет? Так, в чате сейчас посмотрю. Там про велосипед, про самолет, про кораблик, это песня? Да-да-да, да, именно так. В общем, пострадала ты, можно сказать. Так, еще вопросы? Мы сегодня, кстати, говорили о спасении. Я хотела задать вопрос. Часто Игнатий Тихонович об этом говорит, упоминает о том, что я грешный, многогрешный, супергрешный. А Слово Божие говорит, ну вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты его дел. Это значит, что народ Божий, люди, которые обратились ко Христу, они уже не грешники, уже обратившиеся к Христу и отгрешить. Мы об этом сегодня говорили. И это уже спасенный человек, святой по благодати Божией. Так, значит, церковь наполняет грешники или святые люди? Именно церковь воинству еще и земную. Вот такой у меня вопрос. Ты пропустила, мы уже эту тему обсуждали и не раз. Ну, ответим коротко еще раз. Игнать Тихонович, давайте у вас минута есть. Дело в том, что сестра Екатерина, она поступила абсолютно правильно. Во-первых, все правильно у ней было. Но ее зажали, и она сразу мне стала писать. И мы быстро начали переписываться с ней. Я даже это выставил в события дня. Я сказал, ты примей эти условия пока. Из этих условий ты все равно будешь говорить о Христе. Как одного человека, священника там пригласили, но, говорит, ты только тут не молись, чтобы не крестился. Но на обед пригласили. А когда завели его в зал, где столовая-то, он руку протянул на стол, вот так, на дальний конец стола-то, и книзу провел по воздуху, говорит, о, стол-то какой длинный. А потом поперек рукой, вот так, так широкий какой, и крестное знамение совершил. И чистоту убрал. То есть надо смотреть и как-то более гибко смотреть на это. Екатерина ни в чем не виновата. Ни в чем. Ее там не будет, они потом будут вспоминать, придет время. Пока пользуются то, что дали. А сама в это время говори, какой у них план, а сама все время туда вклинивай Святую Библию, Святую Евангелие. Детям разницы никакой нет. Когда походили дети ко Христу, отдельно для них проповеди не было. Они слышали то, что слышали за родители. Никаких детских кружков не было тогда. А как? Это на другом уровне ребенок понимает и запоминается. Я напоминаю, Лев Толстой, 80 лет ему было, он говорит, что во мне есть, половина этого я получил до 4-летнего возраста. Вот и ответ. Сатана говорит, только дайте мне детей до 4 лет, а потом делайте, что хотите с ними. Там один иудей такое говорил. Игнатий Тихонов, речь. Да. Так, давайте помолимся. И те, кто еще хочет продолжить, оставайтесь. Занятие уже закончено. Какие бога. Достойная стекла, благородицу, пренадлаженную и пренепорочную, и Матерь Бога Наши, и Честнейшую Херувью, и славнейшую без сравнения с терапию, безыскреннее Богослово Ручшую, сущую Богородицу, Тебя величавием. Грати, хоть молитесь. Любящий наш Отец Небесный, мы прессали перед Твоим величием, и просим во имя Господа нашего, Иисуса Христа, прими наши тайные воздыхания о родственниках, которые не познали Тебя. Прими наши слова благодарности за то, что Ты нам даровал жизнь, и жизнь с избытком, не только по плоти, но и по духу. Хвала Тебя. Будь милостив к нам, укрепи, посети болящих, стерги, тех, которые не могут издвинуться с одра болезни, дай им силу все перенести, пошли мы в исцеление. Благослови патриарха, епископа, священников, и всем даруй духовное рождение. Благослови правителей, дабы мудрые законы издавали, и сохрани их от покушения на них. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 С Богом по веки веков.